всем привет друзья с вами one point это не for speed hit и предыдущей серии для тех кто не знал может быть не смотрел я прокачивал абсолютно все авентадоры которые присутствуют в игре это четыре штуки я напомню 4 авентадора и один из них я делал ему внешний тюнинг это обычный авентадор если вдруг не смотрели вам все это интересно какой же лучший из этих всех ламборгини то переходите по подсказочке сверху все это узнаете ну а вот у меня такая машина там получилась по внешнему стилю сегодня у нас будет как вы понимаете машина не экзотическая но достаточно интересная и это honda civic type r нулевых годов а меня вы ее просили прям достаточно давно еще по-моему даже во время прохождения просили чтобы я как раз с икса пересел на civic и некоторые мне говорили дима сделаешь из него прям канджа пушку так далее поэтому давайте договоримся сразу я им по всякему там канджа рейсинг стилем и прочим делать ее не буду я сделал ее чисто так как и я бы сделал свой бы civic есть бы у меня он такой был ладно надеюсь все все поняли никто не будет там говорит типа почему ты не сделал так почему не сделать так сделаю так как я бы сделал вот в реальной жизни и многие наверное это не понравится как обычно ну ладно в любом случае и так у нас 111 уровень 111 если друг чего по-моему больше однерка сказал а может быть и нет мощность единичка максимальная скорость 14 ускорение 1 и 2 нитра 2 и 0 зато рейтинг у нас модификации 4 из 10 это значит что что что-то мы красивая с ней сможем сделать итак движок у нас а и 4 16 литра то есть это прям пакет соком грубо говоря у нас тут текущая мощность 182 лошади всего потенциально 489 разгон суля до сотни 680 максимальный кудач момент 160 и максимальная скорость 222 километра в час и это у нас civic type r друзья напоминают type r type r вот как то вот так вот что сорок 2500 мы на это все дело тратим давайте немножечко сейчас чисто до гаража на стоке прокатимся посмотрим как всегда что у нас здесь тюнгом на ходу но поскольку это машина дешевая я уверен тут прям провал должен быть от прижимной силы большой максимальной скорости и так 212 километров в час 236 но как я и говорил почему-то не дешевых машинах именно прижимной силы меняется максималка очень сильно но благо когда у нас тюнинг там не такая большая зависимость и звук то зовут автека вы послушайте а пошло дело пошло дело мне нравится мне нравится если здесь какой то есть усиленный двигатель именно стоковый я наверно даже его поставлю потому что мне именно такой звук у меня себе заходит почему бы и нет но управляемость она достаточно неплохая мне примут многие советовали прям человека три четыре пять наверное это как бы много потому что обычно мне не говорят какую машину прокачать то может быть кто-то один типа ford mustang прокачай а тут прям несколько человека это уже как много получается ладно давайте смотреть по нему модификации кузов так передние крылья фары капота стекла а крышу интересно можно чего нет нельзя спойлер короче понятно здесь у нас то же самое как предыдущий всех нет спит лишь капота speed hunters но началось ты сятинка пошла и hunters hunters и карбоновый капот от speed hunters кстати на удивление вот если вот так вот оставлять тачку с карбоновым капотом ей прямо это идет я не знаю почему вот именно карбоновые капоты на японских машинах мне заходит он на каких-то там ламборгини вот это все от мэнсри вот эти вот все вещи мне как-то не особо а вот на японках почему бы и нет опять же многие считают это уже данном нашем веке 2020 веке что-то что это прям типа все это при это колхоз но при этом нравится мэнсри вот такие у нас вот бывают расхождение фары speed hunters будут все speed hunters они вот такие вот у нас в пленочке можно сделать вот это вот вот изоленты заклеены это опять же не для каждого стиль все подходит передний бампер кондо он да и speed hunters жирнота то пошла да на как вам вот мне это уже нравится так ладно чё у нас по сплитерам такой speed hunters он карбон принципе я не знаю почему я не смотрю мне прямо чувствуете хочется оставить но я я не могу себе этого позволить я жену у меня тут не фрукал хоз что просто так написано футболки передние крылья speed hunters speed hunters и speed hunters что-то я чувствую меня получится такая же как была в пейбеке да так боковые зеркала honda чидори кстати вот это вот идет опять же японским автомобилем именно дори и чидори пороги hunters и speed hunters понятненько что у нас задними крыльями canters опять же такое небольшая штучка у нас прилипло так сказать антарс и светодиодные фары ужас пик антарс вот прям знаете много тюнинга такого не лицензированного от именно которые они сами делали так теперь спойлер антарс опять карбоновый но не знаю ладно короче посмотрим на это все дело диффузор кстати заднем бампер то не меняется и диффузор у нас вот такие вот разные есть вы на печальная какой-то задний бампер бы другой бы сделал я бы вообще бампер бы снял и оставил бы диффузор но тут так нельзя сделать печаль как выхлопные трубы speed hunters но принципе вот эта баночка ничего маленькая к нас там стоковая стоковая по сути это практически такая же да в общем ладно такое ощущение что я сделаю прям то же самое что у меня было в пейбэйке дать немножко подтонируем стекла теперь крышка капота но я чет в этот раз хочу карбоновый сделать сделаем карбоновую ок теперь у нас передний бампер естественно вот этот потому что он самый жирный без этого абсолютно никуда так теперь фары я конечно желтый бы сделал но не знаю будет дальше стиль поэтому есть и смысл делать в желтую пленку ну ладно давайте сделаем пускай пускай будет и так теперь а у нас еще и дефлекторы есть а я что-то их вам не показал ну-ка подождите-ка давайте обратно поставим 4 не заметил о нифига себе жирные дефлекторы какие но это опять же гриво все пока он же стилю канджо рейсинг друзья так сплиттер какой у нас можно сюда нафигать чтобы это все смотрелось более-менее не знаю может быть такой сплиттер ок а есть него опять же смысл опять же у него смысла нет то что дальше у нас никого карбона не будет так передние крылья такие теперь естественно мы ставим боковые зеркала вот эти пороги самые жирненькие без этого никуда и конечно же тут задние крылья также спидхантерс и вы тут подумаете а какие я поставлю фонарей естественно светодиодные как без этого как без этого но и спойлер у нас нужно какой-нибудь такой пожирнее поэтому ставим вот этого спидхантерс длиннющий дектейл так сказать ну и давайте рамочку какую-нибудь сделаем что у нас тут хейтер сгона хейт наверное надо до ставим это дело все и диффузор для честно говоря знаю есть в нем смысл хотя какой-то бампер пожирнее хочется тоже смотрите вот реально бампера не достает потому что спереди она вся такая низкая из обвесов получается свеса точнее низкие а задний бампер типа вообще как будто забыли поменять и это очень 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 печально конечно ну ладно выхлопную трубу тогда мы же пожирнее что-нибудь сделаем банку более-менее трехлитровую ставим вот сюда ну и конечно же колеса и тут вы обычно такие типово сейчас будет дима долго думать как обычно и он сейчас это все вырежет но нет тут долго думать не придется потому что я сразу автоматом сюда ставлю конечно же ваты потому что ваты сюда идут очень и очень хорошо поэтому мы сейчас делаем вот это ну-ка посмотрим а если их полностью так и она это некрасиво поэтому делаем их мелкими и конечно же делаем стретч чтобы у нас все это смотрелось но тут можно написать пускай у нас будет фолкин пускай будет хотя все меня поправляют говорят что фалкин но мне что-то удобнее произносить фолкин но и сзади мы делаем то же самое ну что же пока что вот так у нас пушка наша выглядит у неё тракторная подвеска поэтому сейчас мы занизим посмотрим как будет на неё смотреться пневмо подвеска может быть будет это все дело выгодить лучше опять же все это мы узнаем пока что мы просто делаем посадку пониже кстати по крайней мере в пейбеке civic был один из тех автомобилей который очень хорошо смотрелся на племя ну-ка и да и здесь он повторяет всю эту движуху поэтому он 15 косарей на пневму тут не жалко потому что машина с этим всем делом смотрится намного интереснее а теперь идем краску и обтяжку от сообщества и как всегда в тренде смотрим что у нас тут в тренде так сказать и я вижу уже неплохие варианты посмотрите желтенькая как надо и также кстати с карбоновым капотом и с такими же обвесами прямо на превьюшке ничего так ничего так так черная с полосочкой просто type r в этом тоже что то есть про стрит нам пришел а вот это уже кстати хорошо вот это мне уже нравится можно кстати фары затонировать она будет все такая типа черная вы но опять же вот людей очень много которые любят сивики из-за этого здесь сразу же офигенные у нас есть обтяжки меня это очень очень нравится вот так вот кстати уже неплохо смотрится естественно желтая с карбоновым капотом это прям классика без этого абсолютно никуда стики стикер бомбинг тоже не обошел эту машину и тут ее просто забомбили полностью весь кузов вот такие у нас движухи есть кстати неплохо выглядит неплохо колеса нужно только перекрасить опять же желтые фары убрать так розовая вот это вот не больше всего интересно о хентай все дела аниме хитить вот это прям по мне слушать нормальная раскраска так ну спунт без этого никуда вообще так теперь опять они мы опять у не мы так что она здесь red bull блин офигеть как нужно много кайфовых обтяжек но естественно вот без аниме никуда типа honda civic type r и аниме это вот как без этого вообще это вот прям вот вместе вместе навсегда так потом ой кстати а вот это мне очень даже нравится а почему бы и не то там вообще как бы блин там раскрасок много всяких охеренных просто вот до минус пиццы почему бы нет только по моему не домино пицца до минус может быть и домино у них называется она мне кажется до минус вроде всегда было вот такие вот движухи блин мне нравится во опять аниме приехала к нам были очень много всего и конечно же вот это вот раскрасочка без который тоже никуда я думаю все вспомнили да откуда она вот это прям няшество может быть кстати и оставить чем бы и нет да блин я не знаю мне мне хочется просто купить несколько севиков и сделать у них разный старинг потому что но посмотрите на это все но люди прям реально здесь постарались в отличие от тех же например aventador где просто ничего вообще нету если сравнить вот с этим севиков здесь прям хорошо может что значит народная машина которая дешевая даже в игре сразу же очень много стилей ну что же друзья стиль готов на решил я поставить все таки вот этот вот винил немножечко затонировать передние фары были не знаю почему меня тянет последнее время тонировать передние фары и не знаю не спрашивайте меня почему немножко переделал вот она бы сделал них сердцевину черную полки обычные металлические и вроде как все это смотрится вместе хорошо единственное конечно фары сзади тоже надо было затонировать но вот мы немножечко такие типа аля забыли пленки не хватило и только передние затонировали ну что же смотрим по динамическим характеристикам сразу же стоковый двигатель нам не нужен смотрим что у нас можно поставить самое последнее а самое последнее суда можно запихнуть это v8 2 и 9 литра 851 лошадь будет есть максимум потом у нас есть flat 6 вот это уже интересно 802 лошади максимал очки 6 не больше вызывает доверие честно говоря чем в 8 и 8 интересный движок но есть такое подозрение что в этой машине он будет не очень хорошо себя чувствовать вас есть еще один flat 6 на 763 лошади божьбой чё выбрать я честно говоря даже не знаю но меня как-то больше все печать все-таки flat 6 хотя блин v8 последний давайте наверное протестируем ее и на том и на том двигатели благо они недорогие у меня на это денег вроде как хватит и так давайте поставим сначала в 8 и посмотрим что он себя представляет максималки ну что же машинка у нас получается достаточно интересная характеристики явно неплохие можно посмотреть единственная мощность всего лишь 5 и 9 зато максималку нас 9 и 7 ускорение 9 и 8 это прям достаточно хорошо почему у нас такое ускорение потому что можно сюда запихнуть другую коробку передач например четырехступенчатую и как видите немножечко у нас разгон суля до сотни становится лучше 217 против 223 если мы поставим например ну допустим пускай будет четыре передачи давайте посмотрим что у нас теперь и теперь у нас ускорение сразу 9 и 9 но я все-таки не совсем хочу это дело ставить потому что мне кажется что максимальная скорость нам нужно больше чем разгон суля до сотни который ну честно говоря не особо сильно различается итак смотрим у нас 824 лошади потому что как всегда двойная турбина стоит потенциальная мощность 851 естественно если по одну турбину поставили у нас бы это все было максимально крутящий 953 максимальная скорость 377 километров в час и поскольку у нас здесь v8 в этот раз я зайду в звук выхлопа и мы попробуем его сделать более агрессивным и так заводим тачку на холостых как всегда все это дело слушаем потому что это слушать лучше нас меняется теперь тонн или здесь хлопков сделать побольше и немножечко резонанса все теперь у нас чувствуется что там под капотом у сивика v8 и причем какой-то прям вообще жесткий потому что смотрите как будто подушек просто нет по двигателям вся машина аж трясется и такая же тема была как раз на с иксе вот у японских машин они почему-то такое сделали не знаю почему ладно тем не менее давайте выйдем в день и немножечко прокатимся на машине посмотрим какая настала своем поведение как я уже говорил до этого она была достаточно неплохой но как она поведет себя сейчас когда уже немножко в тюнинге в принципе управляемость должна стать лучше и смотрим офигеть управляемость реально хорошая но машина настолько резко что она умудряется на своем переднем приводе даже ставится боком ничего себе вот это я понимаю у нас тут кунда дрифт переднеприводный ну-ка подождите а если я сейчас вот такую возьму и здесь вот так бачком поставлюсь но все-таки бачком она не так хорошо ставится как не говорили на переднеприводных машинах здесь нужно пытаться мне боком ставится оттормаживаться окей постараюсь это делать но мне с этим очень сложно жить потому что я привык ездить тут на полноприводных машинах либо на заднеприводных чтобы как-то хотя бы резко в повороты заходить эти 90 градусные потому что на переднем приводе это прям реально сложно делать и приходится да тормаживаться перед поворотом смотрите на удивление она она реально хорошо управляется и и это у нас не 8 а что будет и сюда поставить флэд если такое подозрение что она будет управляться и еще круче с этим двигателем но посмотрим что она у нас будет показывать по по времени потому что флэд 6 как я уже сказал он не очень дорогой мы его сюда обязательно поставим обязательно это все дело проверим но и конечно же поскольку это переднеприводная машина мне очень нравится как она заходит резко в повороты когда мы нажимаем на ручник она теряет очень много в скорости и конечно же тут нужно наверно по-другому ездить но я не могу представлять режим у нас так сказать вождения вот который у нас у тут есть тюнинг на ходу вот при контроль тяги там стиль дрифта и это не могу менять потому что это будет нечестно по отношению к другим автомобилям как я уже говорил я стараюсь трассу аэрион проходить максимально одинаково на всех тачках чтобы у нас было максимально честное время в общем что civic я думаю готов к тому чтобы поехать на эту трассу а Субтитры сделал DimaTorzok 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 3.10.63 В принципе она достаточно быстрая, но ее проблема в том, что она настолько хорошо заходит в повороты и настолько резко вот в эти вот все плавные, что она начинает из-за этого ехать боком и это, как вы понимаете, не очень хорошо, время из-за этого снижается и это достаточно проблематично проехать на какое-то хорошее время на этой машине, но тем не менее, я опять же это все проезжал с первой попытки если поездить подольше на этой тачке, подольше привыкнуть к трассе, подольше привыкнуть к управлению этой машины поставить правильные настройки, чтобы машина не хотела ехать боком, вот эту вот контроль устойчивость, все вот эти вот дела все это включить, то конечно время можно улучшить, где-то наверное 2 секунды и выиграть вообще легко но тем не менее, я как уже говорил, чтобы у нас все было максимально честно, я тестирую все автомобили одинаковые не приключая у них какие-то там режимы и не делая такие типа небольшие лайфхаки, чтобы эта тачка показала себя лучше, чем предыдущая мы их все одинаково тестим, итак, движок себя показал очень даже неплохо, мне понравилось, машина с ним управлялась ехала достаточно быстро, уровень у меня 400+, аж получается, тем более с этим двигателем но как я уже сказал, у нас есть еще флэт 6 и нужно посмотреть, что он может показать в этом автомобиле забавно, но у меня есть целых аж 2 флэт 6 здесь, почему у меня их 2, я это не совсем понимаю но тем не менее, ставим любой флэт 6 на 3 литра и давайте посмотрим, что у нас будет в абсолюте смотрите, какая интересная бабуйня у нас происходит итак, изначально здесь стоят 5 передач, я думаю, все это прекрасно помнят если поставить 4 передач, у нас ускорение сразу в десяточку становится и это с 0 до 100, 2.13, что в принципе очень и очень неплохо но смотрите дальше, если сделаем 6 передач, то у нас максималочка вырастает до 9,9 против 9,2 и здесь у нас становится 373 км в час, почему-то нам показано но при этом, как видите, по максимальной скорости эта машина вырастает поэтому, честно говоря, какую ставить сюда коробку передач, я даже не знаю но ради интереса давайте поставим 4 передачи и посмотрим сразу же на трассе, что у нас теперь из этого получится не, знаете что, я только что проехал до этой гонки просто посмотреть, как машина себя будет вести и мне очень не понравилось, как она себя показывала поэтому мы все-таки не будем делать эти 4 передачи, ну нафиг давайте остановимся, наверное, блин, даже не знаю главное, давайте на 5 остановимся, чтобы было все максимально честно и теперь уже поехали в гонку спасибо за субтитры Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Ну что же 3.1102 Да, она на удивление проехала хуже, чем двигатель V8 Но я могу сказать сразу, что Civic на Flat 6 управляется лучше И едет намного интереснее чем на V8, поэтому тут уже выбирайте сами Ну а эта секунда, она на самом деле ничего не стоит, потому что, как вы видели в самом начале, мне просто киданули трафик под колеса, ну точнее соперника под колеса Из-за этого логично, что вот я где-то секунды и проиграл, потому что, ну невозможно проехать как-то нормально, более-менее одинаково в Need for Speed'е И постоянно с ботами что-нибудь произойдет, что-нибудь они вот по крайней мере на этой трассе такое учебучат, из-за чего время может немножко сместиться И в данном случае я считаю, что по сути у нас результат получился один и тот же Поэтому здесь уже выбирайте сами, кому что интереснее Если машина вам нужна такая, более валкая, вам нужно по трассе, где более-менее так прямые, то, наверное, стоит взять V8 Хотя и Flat 6 тоже подходит Если вы все-таки рассчитываете на то, чтобы гонять вот под таким трассом, как Aereon, где много резких поворотов, они все такие вот витиеватые То Flat 6 подойдет, наверное, в эту тачку лучше Так что, опять же, выбор за вами, потому что у меня тут, как вы видели, два конфига приехали на одно и то же время, по сути Да, но если уж говорить по факту разное, но по сути у нас это ничего не меняется, как я уже говорил Боты просто любят поставлять свою жопу и за этого херится время Ну а на этом у меня все Всем огромное спасибо за просмотр, не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео И, конечно же, ставить большой палец вверх, если вам понравилась машина, которую я сделал С вами был Дима OnePoint и всем пока-пока-пока Субтитры подогнал «Симон»